так ребята всем привет опять рубрика что мы купили честно ребята ну ничего не планировали ну скажи мы даже когда видео снимали говорили что мы вообще в принципе ничего не собираемся покупать нам просто нельзя выходить никуда хочется все и сразу ну в общем вот такая вот футболка которая на настя я не буду говорить сколько она стоит она по хорошей скидке в 50 процентов в общем неважно настя и я будем меньше курить но далее там у вас . беленькая качественная томи хилфигер это фирма я думаю все знают что хорошая давай дальше я взяла такие вот штаны они тоже супер это хорошие штаны штаны могу сказать 27 евро за штаны это оправданная цена некачественные стоили она покажи сколько стоили вы не думали что я придумала стоили они 59 99 как-то так хорошая скидка сейчас а что с качеством не понял что с качеством а ну сейчас также я взяла такую вот беленькую футболку она по акции 1070 стоило 17 зарах в общем такая светленькая так что такое вот я кричала следующая это футболка настя на какой-то подняжение марокко 6 евро почему пятнышко это кстати день так же я не знаю сейчас заметила что буду гостировать всем дав 6 евро она такая интересная с кармашеком он открывается на свет такой под бешеную симпатично не слышали боку цвет необычный нормально это было в т.к. макс также мы купили бюстгальтеры и нижнее белье очень 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 все дорого на только нам нижнее белье без скидки без скидки 56 евро со скидкой 45 и это при том что спасибо большое девушке на кассе которая пробила нам скидку 20 процентов сначала я и дала штрих-код вот этот от приложения на чем день она его просканировала потом она говорит типа стоп типа есть еще один вариант и взяла телефон не зашла сама и взяла нам дала просто скидку 20 процентов за что и реально большое спасибо ну могла бы промолчать обычно везде по разу продавцы иногда умалкивают об этом но они почему-то могут сами предложить так сильно ребята считаете 11 евро скидка не знаю сейчас уже сейчас уже 20 50 то вышли мы в 2 до сколько времени мы ходили короче 8 часов ой 8 часов 6 часов и свои вещи показала да все а очки показывать очки ребята по десятке кстати я просто в шоке в т.к. макс очки гуэс там прада а вот эти всем поцарапаны короче все бренды но они просто все поцарапаны и там все холодные стеклышки они вообще просто поцарапаны и ты ценник на них от 40 евро и выше то есть ниже нет цены а только от 40 идет я вообще не понимаю тоже не понимала как может продаваться такой товар когда скло уже там побитая разбит царапины огромные люди это берут эти очки типа перебирают там очередь не меняема за этими очками кожи типа бренд и там все как будто не знаю что ну блин должна быть скидка такое ценный космос действительно ну могли бы как-то уценять их тем более написано made in china короче ребята взяли такие вот за 10 евро это настя себе взяла и я вот эти взял по мере бы не хочу себе не хочу снимать потом когда-то буду вести в лог покажу вам как они на месяц не хочу мне вообще плохо я так хотела вам быстренько все показать а сейчас я просто хочу банально попить воды и позвоните маме поэтому ребята включился еще ребята зашли в рв и там есть отдел таких продуктов польских этой кашеной капусты короче такое и увидели такую вот имитацию игры ну захотели такого взять и булочки то что нам нельзя взяли и взяли такое вот в общем пиво 50 центов она стоит стоило евро решили попробовать такая скидка попробуем что это за пиво короче как-то так ребята пишите кто-нибудь пробовал это пиво и такую вот икру может у вас тоже есть такое в городе имитация не знаю наверно она бы данная когда попробуем смотрите ребята как блестит настоящая может она еще и лопается как настоящая ну давай ложечку попробуем эту супер икру даже не на массы кукуруза какая-то даже не лопается у меня я ела в своей жизни имитацию такую икры была фирма такая санта бремор белорусская честно реально такая вкусная была ну как вкусная для для имитации икры неплохая это вообще ну короче 2 евро такая 100 грамм дурочки смотрите так как были целый день концерт решили быстренько приготовить пиццу тесто уже готовы на покупное пицца на цвет с ананасами сырком майонезом кетчупом ветчиной колбасой сыр да кстати цена получена сумма потраченная на продукты получилась получилась такая же как и в доставке так еще я купила подсолнечное масло и сыр остался и шутер а и ананасы остались попробовать не знаю вкуснее будет если будем пробовать голова у меня просто так сильно болит ребята всем привет еще раз вон мы уже в очках супер новых что жмет в ухо не знаю болит может то что не с непривычки в очках вот в общем поели вчера эту пиццу в половину выкинули не знаю это тесто оно было просто запахом и вкусом до дрожжи лишу это позже моим это чувствуешь тесто плохое понятно что мы брали но выбрали именно для пиццы такое там пишут что вот они даже на диете не продержались ребята во первых почему мы должны оправдываться спрашивать что мы там едим что мы не едим показываем то как оно есть и снять тоже и мы не будем сегодня мы пойдем и купим овощи такое что-то да ну без всякого нам самим тошно от этой пиццы и вообще кстати хотелось сказать по поводу табака табак нам хватило на 8 лет на 8 не знаю на либо мы реально очень много курим но это правда так много часто не кричала саня спорила насчет этого я не пойду начало месяца много денег на табак нам нужно нам как-то бросить час лета тем более и жарко в квартире и мне кажется что запах будет больше впитываться и дышать не буду я не знаю волчица вообще писала что и табака хватает на месяц они вдвоем с мужем я не знаю нам вообще как-то ну не хватает ну будем стараться курить намного меньше я думаю если мы захотим у нас это все получится да ну что ну надо но в это не так легко бросить сигарет ну мы придем а наши там да мы там видим мы пиццу или едим и хлеб это ну вообще не пишите не важно не надо вот это вот писать с таким типа подколом вот они даже не продержались на диете ну к чему ну боже мой она покажет кого как складиться ложится сложится у нас у вас ничего не меняется уверенно потому что вы даже будете свою фото вы я просто вчера настолько удивлялась этих всех комментариев то что там происходит там есть несколько личностей которые просто такое чудят ну как будто реально не с кем больше пообщаться что туда в комментарии вы выливаете весь свой негатив и свою грязь но вы для нас просто это как развлечение делаете понимаете или как пишет у них уже делал вы что типа какой у них позитив у них они на грани депрессии боже мой что вы несете но реально к чему эти диагнозы депрессия не депрессия чего вообще это все берете у них единственное развлечение это пойти в магазин думайте так ребята думайте что хотите мы чисто ржем с этого честно и советую вам всем кому не нравится наш канал все что мы на нем транслируем просто отписаться и не писать гадости но облегчите нам пожалуйста жизнь чтобы у вас не блокировали пожалуйста а всем нашим любимым зрителям всего самого хорошего хорошего настроения хороших выходных а мы с вами включится уже в следующем видео до скорости все пока